Это все еще мой первый месяц проживания в Портленде и мы продолжаем изучать его совмещательности. В сегодняшнем видео будет несколько и мы начнем с Teragal Caves или пещер Teragal. Эти пещеры находятся где-то в 15-20 минутах езды от центра города, рядом с городком Cape Bridgewater, куда мы поедем дальше, чтобы посмотреть колонию морских котиков. А этот камень, который вы видите, это limestone или известняк. Я заметила, что здесь очень много всего состоит из известняка, в то время как в New South Wales и как-то больше, мне кажется, это бещерн, где-то лисент затон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» После этого мы попытались найти колонию морских котиков, которая находится вместе, называющаяся Cape Bridgewater. Cape Bridgewater – это небольшой городок, изначально он был очень популярен и заселен, но тем не менее сегодня в нем немного домов и одно кафе. Тем не менее, когда я общалась с местами, мне сказали, что это самое безопасное место идти серфить для тех, кто только начинает, для тех, кто хочет идти один, потому что этот пляж охраняется спасателями. Есть два варианта, как можно увидеть эту колонию. Первый – это пойти в хайк и идти вдоль клифа, вдоль гор, в скал. И если дойти до конца этих скал, то этих морских котиков можно увидеть сверху, но они, конечно, будут очень маленькие. И второй вариант – это отправиться на тур, на лодки, которые стоят сегодня около 45 долларов для взрослого человека. И вас будет эмо подвозить к этим морским котикам в их пещеры. Мы решили пойти на прогулку вдоль побережья и вдоль этого клифа, и мы не дошли до самого конца, мы дошли только до пляжа, где начинается этот подъем. Тем не менее, моя подруга, когда была там, видела этих котиков именно на этом пляже, у нее была куча фотографий рядом с ними здесь, поэтому я решила остановиться здесь и идти дальше. Но, к сожалению, мы увидели только их останки, что не очень хорошо, но, тем не менее, это тоже показывает, что они периодически сюда прибывают. Если бы мы, конечно, пошли дальше, то мы бы увидели этих котиков так, как их показывают на этом видео. Полное видео вы можете посмотреть сверху, потому что весь кредит принадлежит этому человеку, который его снял. Но даже за пару недель в Портленде мне удалось увидеть морских котиков во время рыбалки прямо с причала. Одного из них зовут Салли, и она проплывает сюда достаточно часто. Еще одна колония, которую нам очень хотелось увидеть, но не особо удалось, это колония птиц Геннет, или Алуши, если перевод правильный. Основная колония находится на Лоренс Рокс, или на Камнях Лачиани, но их периодически можно увидеть поближе, именно на краю на этом мысе. Проход на этот мыс обычно закрыт, и туда периодически пускают. В этот раз, когда мы попали, птиц там не было, мы смогли их только наблюдать еле-еле издали вдали на Лоренс Рокс. Но, опять же, можете посмотреть, как они выглядят, и как выглядит эта колония на видео, которое появится сверху, и весь кредит принадлежит этому человеку. Следующий остановка на нашем пути был Discovery Bay, находящийся рядом с Тубидиным озером. Discovery Bay – это огромный пляж, пустыня и национальный парк, который растягивается на долгие километры. Естественно, пеший проход туда свободный, но если вам хочется покататься на песчаных дзюнах, на внедорожнике или на багги, вам нужно быть членом клуба багги и, естественно, оплатить определенные фии и соблюдать все правила безопасности. В нашем случае мы просто пошли погулять на этот пляж, потому что он достаточно огромный и достаточно интересный. И, несмотря на то, что океан кажется достаточно близким, наша дорога до океана заняла, наверное, минут 40, может быть, час, потому что мы не особо торопились. И у нас в New South Wales тоже есть похожий пляж, который называется Stockton, он тянется 30 километров от Newcastle и дальше на север и, в принципе, очень-очень сильно напоминает Discovery Bay. Субтитры создавал DimaTorzok Комен Это был очень вкусный ПЕРЕСТАЛЬНИТ Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что нам не удалось увидеть морских котиков или же колонию Геннад Мы все равно получили много эмоций, много приятных впечатлений И посетили много интересных мест, которых мало кому удается посетить Поэтому я буду продолжать снимать подобного рода видео, пока нахожусь в этом прекрасном регионе Поскольку на самом деле это очень редкий регион Мало кто переезжает в Австралию и живет именно в Портленде Поэтому я надеюсь вам будет интересно посмотреть про такие неизвестные местечки Австралии И подписывайтесь на канал, большое спасибо за просмотр И я вам всем желаю хорошего дня и настроения, и до скорых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!